привет мои хорошие 19 декабря 2015 года и спонсором сегодняшнего видео является компания сплав любезно предоставившая рюкзак сид м1 для обзора так ну что я могу за этот рюкзак сказать только только одно что рюкзак тактический сид м1 цвет черный материал картура чем отличается материал картура от полиэстро 600d или какой там у них еще бывает это только тактильными ощущениями в жестком короче на самом деле про этот рюкзак я говорить вам сейчас ничего не буду так как я не пользовался и нас что он из себя представляет я не знаю но если вам нужен более детальный обзор более так сказать конструктивный под видео в описании я дам ссылочку на видео владимира патриота вовчик тебе привет где каждый для себя найдет всю информацию интересующую его по этому рюкзаку а речь сегодняшнем видео пойдет у нас о друзья как это правильно нашивках шевронах как же насчет называется она и просто мы в детстве их называли эмблемами короче про патчи если кто еще не понял посылка распаковка на самом деле видео приурочено к распаковке они к рюкзаку рюкзаках так часто похвастаться и конечно ох и конечно же наверное да и конечно же наверное сделать наверное небольшую рекламку этому человеку сейчас друзья посмотрю на все это художество а потом скажу что думаю по этому поводу и вообще все свои мысли короче вот такие вот два патча кто умеет по-английски читать прочет что написано ну давайте начнем издалека многие наверное из нас все время ну не все время многие из нас наверное задумывались ну что то прикупите подобное там на тактическую сумку приклеить на тактический рюкзак приклеить да можно на куртку на бейсболках у некоторых я видел такие же темы значит короче патч на велкро то есть эмблема на липучки по-русски выглядит это примерно вот так вот диаметр где-то 9 сантиметров все сразу рюкзак изменил лицо смотрите а так вот к чему я все это клоню многие наверно из вас хотели порывались и думали приобрести что-то подобное но скажу так что-то подобрать для себя индивидуальное китайско-российском рынке очень сложно потому что все я так вот сколько я не смотрел постов сколько я не смотрел объявление о продаже вот этих вот нашивок патчи или как они там еще называются шевроны эмблемы у нас эмблема такие назывались на школьной форме в 80-х когда мы школу ходили у нас была школьная форма если кто не знает и слева стороны на руке была эмблема такая как полу какая-то пластиковая она после нескольких стирок кстати твердела и ломаться начинала называли их эмблемами вот что-то индивидуальное для себя подобрать очень сложно вот это вот отвага и слабоумие если заходи если что но я думаю кто интересовался темы должны знать о чем я говорю и все кругом одно и то же ничего интересного российские флаги какие-то там российские какие-то там флаги чё еще триколоры ну короче зайдите в интернет посмотреть что предлагает нам рынок российский китайский почему российский китайский потому что вот все вот эти вот нашивки которые предлагаются нам здесь они идут в китай из того же алиэкспресса вообще и шьют ли эти нашивки здесь очень сложно сказать есть конечно производители так вот как говорится ближе к делу ну пасан а вот этот человек я как бы на него все координаты давать сейчас не буду я назову его просто имя одно на ганзи у него имя фронт на английском так как мы с ним как бы не смогли договориться каких-то реальных скидках каких-то там бонусах ну в принципе он сказал говорит при следующем заказе мы с вами как бы за рекламу договоримся но при этом заказе мы с ним не договорились он просто назову имя фронт если кому-то интересно в принципе по хорошему так сказать знакомству я конечно в социальных сетях могу вам отписать и ссылочку дать на него и там координаты его сами с ним договориться так вот смысл в том что человек этот работает грубо говоря от одной от одной от одной нашивки фактически и цены в принципе копеечные но скажу так не как копеечные такие нашивки у него в принципе стоит также как вот ну вот этот доблесть от и слабоумие если чего заходи и вот это вот говно все а но при этом при этом он разрабатывает макет этих шевронов на велкро на липучке он разрабатывает макет присылает его вам вы его утверждаете после этого оплачиваете после этого соответственно он изготавливает изготовление там занимает один два дня буквально вообще посылка очень быстро пришла вот эта она была отправлена 14 и вот уже сегодня 19 она пришла потому что так почта россии работ на самом деле я просто говорю о скорости работы этого человека вот так вот почему я все это веду на самом деле мысли то я уже и потерял потому что а провиндивидуальность каждому хотелось бы может быть сделать свой логотип там youtube канала может быть хотелось бы сделать там инициалы свои может быть хотелось сделать портрет там не знаю жены собаки там еще кого-то и как бы грубо говоря носить это с собой но не всегда это возможно так как наши ну не наша вообще российские производители большинство я давно как бы уже интересовался этой темой давно хотел себе что то подобное заказать и у кого я только не узнавал они работают во первых от минимальной партии а минимальной партии составляет там 10-15 таких вот шевронов плюс разработка макета стоит каких-то денег плюс короче плюс 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 и на самом деле это получается не так то и выгодно надо вам мне понадобилось две нашивки но мне нужна была вообще одна нашивка но я заказал две потому что цены более более чем приемлемой тем более за вот такой вот индивидуальный грубо говоря заказ одна конечно полежит поможет одну кому подарю 1 наверное на рюкзак в лес что все звери дикие белки все видели прекрасно с кем они имеют дело я думаю даже если кто-то из моих подписчиков ну к сожалению рюкзак в городе я конечно не таскаю а так бы может быть кто-то из моих подписчиков моих зрителей ярых поклонников там сто двадцать семь с чем-то человек кто постоянно смотрит на это мои видео вот могли где-то метро меня узнать по этой нашивке так то меня никто не знает в лицо кроме тех кто знает меня лично помогли узнать по этой нашивке уже опять же популярность и самореклама ну так вот в принципе все что хотел вывалить я вывалил похвастаю еще разок прикольно же получилось ахимми трасс тайлер дэрден если кто не знает такой тайлер дэрден почитайте одноименную книжку бойцовский клуб знаете прекрасно кто такой тайлер дэрден на какую пропаганду он толкал народа на самом деле пользовался большой популярностью так ну вроде все я до вас донес 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 что хотел слушайте а может быть нам сгношиться и сделать какую-то нашивку грубо говоря youtube сообщества какого-то есть же ножевое сообщество youtube многие так грубо говоря нажиманы типа приветствую сообщество там ножевое тропыра туда-сюда ведь наверное есть туристическое сообщество youtube я не считаю себя состоящим в ножевом сообществе хотя я увлекаюсь ножами у меня конкретно туда никто не принимала не посвящал крови нигде не расписывался так вот наверное где то есть туристическое сообщество youtube ну если нет давайте как-то организовываться что ли российский youtube разрастается появляется все больше и больше русскоязычных каналов организации никакой друзья пора б уже взяться за это дело и заняться даже той же саморекламой а не платить каким-то партнерским компаниям вот такой в принципе политики я теперь буду придерживаться так про владимира патриота я сказал повторюсь под видео будет ссылочка на его обзор рюкзака тактического сид м1 так ну привет всем кто меня знает кто меня знает лично вообще пламенный огромный привет всем с кем я общаюсь вроде все ладно друзья давайте закругляться опять 10 минут что-то я сижу тут балаболе а в жизни только много не разговариваю короче палец вверх кто не стоит тут ванюшки всем пока